Итак, тема нашей следующей лекции — это физическая природа звезд. Как мы знаем, самая близкая к нам звезда — это Максим. Солнце, конечно. А самая близкая к нам звезда, которая не входит в нашу Солнечную систему — это... Альфа Центавра. Да, это звезда, которая входит в систему Альфа Центавра. Роксом Центавра, один класс в курсе, да? Мы уже это немножко обсудили. Так, ну начнём, пожалуй, да? Для начала нам нужно несколько определений, которым мы будем пользоваться. Понятное дело, что астрономические расстояния, как мы с вами выяснили на одном из прошлых уроков, да? Неудобно мерить метр. И, соответственно, некоторые астрономические показатели, как, допустим, масса или светимость, или радио, тоже в метрах или там в канделах или там в килограммах мерить неудобно, потому что получается вот такие большие числа и ещё больше, да? Поэтому основной единицей для нас будут являться солнечная масса. Запишите, пожалуйста, один в этот класс. Солнечная масса равна солнечная светимость равна солнечный радиус равен. Если вас кто-то спросит, какова температура на поверхности Солнца, да, то с максимумом уже отчутили, приблизительно 6000 градусов, то есть 5178 кельминов температура на поверхности Солнца. Чем глубже в недра Солнца, да, тем ближе к ядерному, к огромному ядерному реакции, в котором происходит термоядерная реакция, тем, соответственно, ещё теплее, ну, в смысле, ещё горячее, да? То есть температура внутри Солнца доходит до миллиардов градусов. Соответственно, атмосфера Солнца, да, атмосфера Солнца, да, атмосфера Солнца тоже достаточно сильно разогрена. То есть атмосфера Солнца не 6000 градусов кельминов, да, а тоже доходит до 1000 и больше градусов. А вот что же такое температура? Смена, температура, это мера кинетической энергии, а кинетическая энергия, это мера движения молитвы, мера их скорости, да, просто магнитными полями, электрическими полями, частицы в солнечной атмосфере разгоняются до гигантских скоростей, соответственно, получается большая температура, да? Кроме того, видимая звездная величина Солнца, Нил, 26,7 единиц, и абсолютно звездная величина, ну, около пяти единиц, тоже, пожалуйста, запишите. И самый интересный, спектральный глаз, G2V. Ну, в Санисто-Классе мы в принципе про спектры говорили, да, кому-то интересно, можете посмотреть на сайте, там, лаборатория выросла на проспект, да? То есть, если мы посмотрим на Солнце с помощью скеттрографа, да, мы можем узнать, из чего он состоит, по крайней мере, атмосферу Солнцеля, хотя бы его поверхность. И мы получим, что Солнце в основном из водорода, да, то есть там увидимся, как правильная линия водорода, и, соответственно, гелий, да, который продукт с горами водорода, соответственно, ну, и не очень яркие линии других элементов, соответственно, тоже мы получим. Ну, не все звезды такие, как наше Солнце, и, собственно, цель нашей сегодняшней беседы – разобраться, какие же звезды бывают, чем не отличаются трюка-дружки, что еще можно интересных кого-нибудь узнать, ну, самая маленькая звезда, допустим, какая она, самая большая звезда, насколько она большая. Как вы думаете, самая большая звезда настолько большая? Ну, чем вы сравните ее, по-русски? Ну, понятно, что Солнце у нас не самые большие. Солнце банка. Ну, нет, 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 даже больше. Так, мы этом закончим, давайте, давайте. Самым главным инструментом для обсуждения того, какие же бывают звезды, для нас будет являться диаграмма Эшпурнга-Рассела, да, то есть это два ученых, которые построили диаграмму, да, по одной из осей, они отложили одну из осей и тазей, они отложили спектральный класс, да, спектральный класс, соответственно, вот таким буквами означается, О, это самые горячие звезды, да, Б, А, Ф, Ж, это как наше солнце звезды, это Н, К, это оранжевые звезды, как одна из компонентов центра, да, ну, видите, там, на картинке у меня оранжевые звезды, и Н, это красные звезды, у которых температура, там, 3000 градусов, понятно, стоит, там, 4000 градусов, то есть не очень горячие звезды, соответственно, О, это самые горячие звезды, вот тут написано, ну, где-то получается, 50 тысяч градусов, что, наверное, звезды, да, в 10 раз больше, что-то, ну, получается, как-то так. Так, и по другой осей, по другой осей были расположены, яркость этих звезд, насколько они яркие, да, потому что же бывают не яркие звезды, но так, в этой велике мы выглядим, да, бывают очень яркие звезды, бывают большие звезды, которые выглядят тоже первым цветом, да, бывают большие звезды, которые желтым цветом, как он светит, так же, как Солнце, а Солнце у нас, робот и тарик, соответственно, маленькие звезды бывают, которые желтые, ну, и так далее. Любые звезды бывают практически любой светильности, любой спектральный но если но если их построить на этой диаграмме до какой-то то можно увидеть что все звезды не заполняет слепом а лазаться скажем так на 3 последовательности это главная последовательность гигантов по крайней мере те четыре класса звезд который мы должны будем обсудить за счет чего звезда светит уже обсудили максимом термоядерных реакций термоядерного превращения водорода в гелий как мы помним в термоядерной реакции получается избыто недостаток массы согласно самой формуле переходит собственную энергию солнце и звезды получают какая-то в реакции происходит давайте химии астане на деда плюс еще один аж 1 1 и должно у нас учиться гелий гелий 24 получается я дрова погибли еще и еще какая-то частички должны получать да все не трону еще два нейтрона два нейтрона получается но получается что у нас получается большая куча материя большая куча материя создается гравитационные боли собственно если бы не было излучения если бы не подходили ягодные реакции солнце бы сжалось какую-то манирую точку гравитация все тянуло и тянуло к центру солнца но это не происходит потому что гравитация противодействует ягодной реакции они раздувают гравитация сжимает его а гравитация наоборот делает солнце больше вот именно из-за того что другие ядра реакции идут на более поздних этапах развития солнцем как мы говорили да и превратится в красный гигант вот если на этой диаграмме несколько раз посмотреть вот он солнце сам подбился да то в конце концов ну то есть как мы на одной из прошлых лекций видели полом что было да в конце концов солнце у нас будет увеличить свою ярко да и потом красный гигант то есть маленькая ядра увеличить поднимется и красным гигантом соответственно уйдет правую сторону диаграмма где-то вот здесь еще раз добрее там светились как увеличить светимость если цитрату упал надо просто больше поверхности это будет наш основной инструмент ну и давай собственно начнем сейчас говорим про спектральные классы я предлагаю вам записать класс секторальный соответственно температуру на поверхности звезды такого класса да ну и видимость 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 то есть класс о самый горячий а глупые звезды класс б немножко как похолоднее как можно выразиться да белый у вас а белый звезды класс это у нас тоже белый звезд но немножко звезды вот так знаете мр сберегайте бывают холодный сверх и там теплый свет да вот это тоже сами класс же который которому подлежит наше солнце температура поверхности от идеи до 6000 керверов дальше уменьшение температуры идет класс к и класс м это красные красные гиганты на гигант это звезда светимость которой большая белый гигант и красные гиганты они относятся к про эволюционирующие звезды которых жизнь уже прошла основная масса звезд потому что каши даже не как наш солнце большинство звезд галактик это красный камень маленькие красные греют не сильно но возможно у них есть эти кто слепит за тем что сейчас астрономию происходит ну тогда я продолжу да классификация с городской классификации все понятно да классно означает температуру и соответствующий цвет это значит и берем светимость и продолжаем так первый класс который мы возьмем это коричневый кармин почему у меня коричневый да а потому что не коричневый а то есть это настолько стрелка и звезды что они даже не звезды вот они вот наше солнце вот самый один из самых маленьких красных кармин так строим солнце нормально да более-менее и вот возьмите еще один красный кармин и вот возьмите еще коричневый кармин и юпитер они примерно одинаковые одинакового размера но масса коричневый кармин и конюнер чуть-чуть что юпитер отдает больше энергии чем лучше это от солнца тут так вот то есть звезды примерно размера юпитера ну и масса 1 сотый масса солнца чуть побольше и побольше массу то есть получать такие как как примерно 20 22 9 почему их называют звезды и химические звезды потому что энергию они получают и за счет термоядерных реакций которые в нормальных звездах происходят а за счет химических планете получать они достаточно долго живут химические реакции не настолько быстро как ядерные реакции хватает на дольше но зато и светит не очень ярко тоже очень много на одной из прошлых секций мы смотрели ближайших соседей нашего солнца там было пару красных карликов остальные коричневых продолжаем на 8 массе юпитера продолжаем так на этом слайде да как раз все происходит вот так как звезда типа на суток как я показал вот это что мы тоже видели на одной из предыдущих лекций до выставили эволюционирует на что было протопланетной туманностью гравитация сжала запустились термоядерные реакции на протяжении на 9 лет на солнце горит дача и спальни уже прогорел четыре с половиной еще будут гореть потом водород как я там топлива закончится наша железу начнет распирать температура затем совсем все топливо кончится и наша звезда скинет свою внешнюю оболочку ядро от чего я буду стоять в основном да водород прогорел или улетучился вместе с внешним слоями что там осталось от полцам гели понятное дело да потому что там ряд черкак фиги в основном водородку дорог 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 умерли так то есть вот звездный цикл звезды массы в 15 массов да вот такой он сразу по идее гигант звезды светилась у нее большая и соответственно уходит открывает но с каждым миллиардом лет как с каждым миллионам лет ее цепарту сможет меньше она уходит в образ красный гигант и сразу диаграмма пути звезды и диаграмм герст-негурасова не очень похоже понятное дело да потому что все звезды эволюционируют проверить красную часть при расширении солнца при расширении солнца вращения в красный гигант солнце захватит орбиту меркурия венеры и немножко не дает арбиту марса было в середине нашла система находится а раздует его чуть-чуть не дает арбиту марса красные гиганты понятно что это звезды поздних скетеральных классов большая 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 с протяженными оболочками вот тут у нас сравнение нашего солнца с некоторыми другими звездами вот тут нашелся а нет если он пиксель да вот этот серию размером где-то разным раз всем больше чем на стол да вот там один пиксель если на солнышко да сириус артур ригель это белый гигант да а вот это бетельгейзе и антарий альфа скорпионов вот это ваша звезда а вот это ваша гигантская это ваша звезда самая главная звезда она не самая большая она она не самая большая есть кроме того есть такие вот могут не придумать звезды они всякие а мы продолжим красным гигантами понятно да что это звезда которая уже про эволюционировала да и готова либо сбросить свою внешнюю оболочку либо как мы видим она может взорваться да и получать что-то интересно поговорим об этом максим так следующая белый карлига тоже один сквозь звезд когда у нас обычная звезда прогарит станет красным гигантом взорвется если звезда не очень тяжелая то просто сбросит свою внешнюю оболочку и останется гелевые ядро останется белый масса его солнце будет конечно большое да пловность тоже гигантской будет но размером будет чистый водород примерно до конца своего пути звезда чистый водород примерно до конца своего пути звезда остывать будет потом превратится в какой-нибудь планет бурка одно из первых белых карликов является спутник самый яркий звезды нашего северного неба и всего вообще нового неба северного она близко расположена по идее это абсолютно не очень ярко звезда а белый карли понятное дело что раньше сейчас выглядел такая беленькая . белая голубая а красный я дальше очень спутником будет понятных размеров вот так вот сирию а сирию а обычно такая белая звезда размером с землю белый карли продолжаем продолжаем вот плотно запишите характеристическую блоку белых карликов запишите вдруг я тебе пригодится к жизни конечно да 10,5, 10,9 грамм на кубических сантиметров что где на главной последовательности находится звезда зависит только от ее массы а ее массы зависит от ее ощутимость и ее спектральной классовости и поэтому у нас получается вот такой график y равно минус x что-то такое, да? в этом реакции не происходит, да? продолжаем следующий класс звезд следующий класс звезд это переменные звезды переменные звезды это звезды, которые меняют свой блеск а то она яркая, то она тусклая то она тусклая, то она тусклая, то она яркая от чего? хороший вопрос есть несколько ответов на твой вопрос, Максим и несколько, а 7 ответов на твой вопрос первый вариант это эруктивные переменные звезды, там какие-то просто взрывы происходят, вспышки происходят на поверхности звезд, ну, не знаю, с какой-то стороны, наверное, ядерный вариант, перегревается, кто-то знает от чего происходит, вот пятна, из-за взрыва на светло, да, в руналах, вот это ярче становится, то есть взрывные звезды, следующий пас переменных звезд, это пульсирующий переменный звезд, они периодичник остановился, то больше, то меньше, то больше, то меньше, ну, не установился в них, наверное, в горяде нормально, то больше, то меньше, соответственно, когда они больше, они inviting меньше, они хотя бы горячее получаются, но их тemand 안에 веще случаев, переменные, пульсирующие, да, следующий класс современных звезд, это вращающийся переменный звезд, да, может быть с одной стороны темнее, допустим, белые, а с другой стороны, вращаются и их яркость, которая нам видна, она меняется. Или, допустим, она не круглая, не идеальная, а за счет чего-то сжал, допустим, ее барахты. То есть, то мы сначала с одного торца видим, который маленький, как мягкий, то с другого конца, с которого ему большое кажется. Поэтому, соответственно, вращающийся переменный звезд, понятно, что это правда. Следующее, катаклизмические перемены звезды, это у которых происходит достаточно большой, скажем так, звездный катаклизм с масштабами, там, в пределах чуть ли не половину звездной атмосферы каких-то катаклизмов происходят. Звездные процессы, да? Среди них выделяются новые, звезды, и церковные звезды. Дальше. Тоже про них поговорим, да? Какие звезды вращаются новые звезды, и почему они новые, а как-то сверхновые звезды. А еще теперь новые бывают. Так, следующее. Затмена двойной системы. Глядите, вот, допустим, есть звезда, да, вокруг нее вращаются планеты какая-то. Она закрывает звезду, нам кажется, что звезда стала хлее, да? Затмена звезды просто затмена звезды. Понятник. Да, кстати, этим классом мы посчитаем с вами обязательно, в ближайших уроках, обсчитаем несколько переменных звезд. То есть выясним, допустим, голодные звезды, да, если нам будет там график и изменения, и яркость. Можно узнать, да? И орбиту планеты, которые ходят вокруг звезды, тоже можно узнать, если мы узнаем, соответственно, график изменения и оптические звезды. Следующее. Шестая. Оптические переменные системы с жестким рентгеновским излучением, да? Это такие звезды, у которых одна звезда нормальная, но обычно, а другая ненормальная. Допустим, белая карта. И он, эта белая карта, перетягивает атмосферу обычной звезды на себя. Такое тоже бывает. Вот что только не придумаете, все бывает, да? И, соответственно, новые типы переменок, это которые недавно открыли, да, Викшин немножечко, непонятно, почему они так работают, почему они меняют свой ответ, да? Ну, собственно, астрономы работают над этим, да? Так, ладно, это были переменные звезды. А в некоторых классах переменных звезд давайте поподробнее, да? Потому что, как мы с вами говорили на одной из прошлой лекции, что некоторые переменные звезды, а именно цифиины, да, служат на маякамер-цветы, с помощью которых мы можем узнать расстояние, допустим, до ближайших галактик. Если цифии не было, соответственно, мы бы не узнали. Так, следующее, следующее типы звезд, это молодые звезды, да? Вот как раз, когда только-только звезда сжалась из прото-звездов, скажем так, туманности, да? Только-только там начали работать с гаданой реакцией. Соответственно, тоже есть специальный тип выделяется от звезд. Так, тип боль в райе, да? Чем у нас отличается от других звезд, в том, что она молодая? Отличается тем, что кроме линии водорода, линий водорода, да? Один класс понимает, просто ли. В высшедакторальном спектре, в спектре, можно увидеть еще линии углерода или, там, кислорода, да? Ну, обычно звезды-то не должно быть вот этого всего тяжелых элементов, да? Максимум, там, водород и гелий. Но тут еще спектр и другие встречаются, да? Это, наверное, звезды третьего или четвертого поколения. То есть, была звезда, дадрич, куча мусора, мусор собрался, звезда, дадрич, куча мусора, куча мусора собралась, звезда, типа Вольфура, это уже третье или четвертое поколение. Вот Солнце, получается, оно, наверное, второе поколение, да? Раз ему пять миллиардов лет, а наша Вселенная всего 13 миллиардов лет. Так, получается. Следующий тип звезд, это звезды типа Тельца. Вот это очень интересный тип звезд, да? Тоже молодые звезды, вокруг которых как раз начинают формироваться планеты. Вот видите, прото-планетный диск вокруг звезды. Вот как на этой рисунке, да? То есть, там сейчас формируются планеты. И Питер может быть такой же, да? Там Земля может быть сформироваться, да? А через там три миллиарда лет их жизнь какая-то позднее. Знаем, Тельца. Вот как-то так, да? То есть, звезды типа Вольфурая и звезды типа Тельца, это молодые звезды. А, соответственно, красные гиганты и белые карлики, это какие звезды, такое выяснили? Старые звезды, да? Которые уже проэволюционировали, подходят к концу свою жизненную цифру. Продолжаем. Так, а вот теперь про новые, сверхновые, гиперновые звезды, да? Как вы сказали, если звезда не очень массивная, то что происходит, когда она заканчивает свою жизнь, да? Сбрасывают, она становится красным гигантом, я его называю, а потом сбрасывают внешнюю оболочку, да? И остается остаточек, который стоит сто процентов почти из гелия, да? Там уже термоядерной реакции не происходит, и этот белый карлик уже просто остывает, да? Вот, что же будет, если взять звезду массивнее, допустим, не одну массу солнца, не две массы солнца, а, допустим, 10 массы солнца. Там же она прогорит быстрее, потому что она на сильные температуру у нее идут еще больше. Водорог горит, скажем так, в кавычках, да? Быстрее, да? Соответственно, и звезда-то больше, и, наверное, взрыв будет не просто, оп, и оболочку скинул, да? А взрывнет, так взрывнет. Вот, собственно, это происходит, да? И вот новые звезды, соответственно, так примерно и происходит. То есть, масса новых звезд, где-то начинается от десяти массов солнца. То есть, новая звезда, это лука. Вот у нас небо, оп, откуда появилась новая звезда? Не за что там ее будет, да? Это просто была звезда, что сейчас достаточно пустая, и она взорвалась. То есть, ежесекундно она уже выделяет столько энергии, да? То есть, гораздо ярче становится звезда, и нам кажется, что на небоскоре появилась новая звезда. Ну, а сверхновая, это еще просто... Сверхновая. Да, еще новее, да? А гиперновая, это еще сверхновая звезда. Понятно. В звезду, да? А гравитационные силы ее все стягивают и стягивают и стягивают в центр. Да? И наступает такой момент, да? Когда такая большая плотность, да, и такая большая масса в маленьком объеме концентрируется, что вторая космическая скорость, помните об этом, да? Вторая космическая скорость получается больше, чем скорость света. И все. И все. И все. И все. Больше ни что от этой черной дыры пути не может, да? Так-так. Вот так. Вот как вырезают остатки. Да? Сверхновая, да? То есть, вот эта нейтронная звезда. Шутка нейтронная звезда. Какое главное слово? Нейтронная. Она стоит не то, чтобы белый камень из гелия, она стоит вообще из нейтронных. 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 Прикиньте, что там у ней плотность еще больше получается, да? Вот у нас еще больше получается. Вот нейтронная звезда. А вокруг нее, что такое вокруг нее? Остатки, то есть звезды, которые взрываются. Да? Подсвечиваются. То есть, она заряжается, и что с ней дальше происходит? Нет. И что с ней дальше происходит? Ничего. Она так и остается, остывает. Обычно. Ну и вращается, может быть. Магнитный порт вокруг нее есть. Пульсантный. Нет. А с этим телом. Вот с этим. Нейтронная звезда? Ничего не будет. Остывает. И все. Может тут через миллиард лет тоже какую-то звезду полетит. И будет вот такая ситуация. Денькая ситуация может быть, да? Будет перетягивать с какой-то звезды массу на себя. И тогда еще раз взорвется. Еще одна новая звезда. Да? А если большую звезду впадет в массивную, да? То есть вверх новую. И гиперзон. Следующий класс звезд, скажем так, да? Редко встречающиеся звезды, редко встречающиеся объекты, да? Первый класс, который мы рассмотрим, про который мы проговорим. Это класс звезд LBV. Это яркие, глубые переменные. Да? Это очень-очень яркие, глубые, пульсирующие звезды, да? А как они получаются? И что происходит внутри них? Соответственно, есть куча гипотез, да? Ну, ни одна из них, ни одна из них. Вот, допустим, наша галактика такая звезда всего огна. Звезда называется пистолет. Ну, потому что он анализирует, наверное. Ну, да, пистолет, да? Это одна из самых ярких звезд нашей галактики. Следующая. Геоль Ис. Утроятные нервские источники, да? И если рассчитать все по той теме, к которой мы привыкли, то получится, что масса этого объекта должна быть разрывать. Десят тысяч марш в Солнце, да? Но такие звезды слишком быстро эволюционируют, и слишком сильный взрыв получается. То есть, не факт, что такие звезды бывают, да? Ну, доятных энергетические источники мы это, собственно, видим. Объяснения пока нет. Следующая. Следующая. Нетронная звезда, да. Это звезда, которая, ну, объект, не то чтобы звезда, это объект, который получается из проэволюционирующей звезды массы более десяти массов, да? То есть, получается, взрыв новый, да? И тогда, собственно, получается, вот только оболочка расширится, на этом месте на месте новой звезды останется всего лишь нейтронная звезда. То есть, звезда нейтральная звезда, стоящая даже не из протонов и не из водорода, иначе было бы все хоккей, да? Иначе опять все тупо. А просто и нейтрон. Ядная реакция не происходит, и ничего не происходит. Только остается и отрывает такая нейтронная звезда, которую можно считать даже ядро атомов, у которого вот очень-очень много нейтронных, да? И это магнитное поле разгоняет зараженные частицы, частицы испускают рентгеновские лучи, и, соответственно, по этому они пульсируют, получается. То есть, их ось, осик вращения, они вращаются не только вокруг своей оси, а вокруг своей оси дополнительной, да? И получается, что эта ось то влияет на нас, откуда вылетают, скажем так, не вылетают, да? Откуда исходят магнитные линии. Кто смотрит на нас, кто от нас, кто от нас, кто от нас, и, соответственно, то мы видим гамма-склец, кто мы не видим гамма-склец. Достаточно, в большой периодичности это происходит, да? Вот такие звезды называются пульсары. Бывают и жертвы радиокурсаров, те, которые культируют в радио-запазоне, да? То есть, на профиле, отверг, отверг, культируют гамма-склец. И вот, понятно, да? То есть, размер. Годите, масса, масса, нескольких массов солнца получается. Отжаты в размер 10-20 за Артём. Километр. Представим, да? Соспатский район, грубо говоря, размером, звездочка, а масса там 10 массов. нашей Солнце. Итак. Ну и вот, здесь, на этом классе, подставлены сравнительные сравнительные размеры некоторых звездных объектов, да? А именно, начиная с самой маленькой планеты, планетам земной группы, к Солнцу и так далее. Вот Юпитер, вот, смотри. Вот Верхурий, вот Земля. Вот Земля, вот Юпитер, да? Видите? Вот Юпитер, вот один из красных карменов. Вот это Солнце наше. Это Сириус, о котором я тоже вам говорю, да? Сам ясно сюда не подходит. Это вот Сириус, да? Это звездополд, это Артур, это Альдобаран. Представьте, какое там Солнце, да? Альдобаран. Вот это Альдобаран. Вот это Задария. Вот это Задария, а Андария Задария Задария, это Задария Петергейз. То есть, вот Петергейз походу уже больше, чем Артур, Земля, получается. А где она вообще? Ну, а Петергейз это Сосвитериор. Или Петергейз? Ну, что-то, рядышко-то, да? То есть, это... У Явки такие звезды, да? Вот он, Петергейз, Мюцепея, в ВЦЕфе, и в Y большого пустота, вот такие большие звезды. Опять, самая важная звезда тут не написана, да? Потому что краски не хотела. Продолжаем. Следующий, следующий наш раздел, это как бы звездная система. Почему это важно? Потому что большинство, 70 процентов, да, звезд в нашей галактике, нашей звездной системе, не являются одиночными. Они являются двойными звездами системы, либо тройными звездами системы, либо входят в состав более каких-то группных звезд, скажем так, скоплений, да? То есть там шаровые скоплений, или там рассеянные скоплений, да? Ну, связанная гравитация, да? Так, среди 32 ближайших звезд к нашему Солнцу, да? 12 из них из 32-х кратных, то есть 2 и больше звезды, связанной гравитацией, да? Из которых 10 двойных, да? И в окрестнице в 20-ти парсек получается у нас вокруг Солнца около 3000 звезд, и половина из них двойные, да? То есть двойные звезды, это не исключение. Это правило. Большинство звезд нашей галактики, они двойные. И, наверное, сразу получается, объявляет смысл, что, наверное, звезды так и рождаются двойными, да? Потому что расстояние между звездами гораздо больше, чем размер звезды, да? И, соответственно, случайно так получится, что вот звезда захватилась гравитационным полем в другой звезды, так он, наверное, не бывает. И они, наверное, просто везде рождаются. Вот нам так случилось, что Солнце у нас... Юпитер не добрал массы, умею говоря, да? И поэтому у нас получается одиночная звезда. А вот если он набрал бы еще несколько своих масс, да, то получилось бы, что у нас двойная звездная система. Получилось бы. Но, к сожалению, такой не произошел. И онcartian, по-д fully 조vels, Ác ou Ác, Так, двойные звезды, да? Того способа их обнаружения, почему они считаются двойными. Визуально двойные звезды C в такой виде, что они просто двойные, они под Сириус, да? Сириус. Сириус А, яркая звезда, и Сириус В. Получается белый камень, да? Визуально двойная звезда. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на следующих двойных звездах. Это спектрально двойные звезды и спектрально двойные звезды. Спектрально двойные звезды. Как, в принципе, узнаю, что знака двойная, да? Она не изменяет своего, допустим, яркости, да? Но видно, что она двойная. Как? Мы же с вами говорили, да? Как эффекты доктора на одной из прошлых лекций, да? То есть, если у нас какой-то источник от нас удаляется, соответственно, волны, которые от него уходят, становятся длина волны больше. Если приближать, длина волны меньше. То есть, вот, если мы наведем спектроскоп на эту звезду, то мы увидим, да? Что мы увидим? Что меняются периодически расположения спектральных линий в этом спектре, да? И это нам может сказать о том, что звезда двойная. Так, в любой телескоп мы в оптическом не можем увидеть. Не можем разрешить, где звезды, где звезды, да? Соответственно, увидеть не можем, что они, что там, на самом деле, две звезды, да? Ну, по поведению спектра можно сделать, что это двойная. Кроме того, вот, если звезда двойная, то есть, и орбита вращения одной звезды вокруг другой лежит как перпендикулярна плоскости к нашему взгляду, то у нас яркость звезды меняться не будет, да? А если же плоскость лежит параллельно нашей плоскости взгляда, да, то одна звезда загораживает другую, другая загораживает первую, и вот так другую, что они загораживают. Получаются переменные звезды, про которые мы с вами говорили, да? Затменные двойные звезды. Опять-таки, не видно, что там, на самом деле, две звезды, он как ситусом, да? Но видно, что меняется и спектр, в принципе, если посмотреть, спектр будет меняться, да? И, соответственно, меняется яркость звезда. То она тусклее, то она ярче, то тусклее, то ярче, да? Вот тут, как бы, никто никого не загораживает. Самая тусклая звезда загородила яркую, да? Тут никто никого не загораживает. Яркая звезда загородила тусклую, никто никого не загораживает. Тусклая звезда загородила яркую, да? То есть, если мы посмотрим блеск, как изменяется блеск звезды, да, нам кажется, там она на самом деле две. то мы можем сказать, что да, это затменно двойная звезда, двенопеременная звезда. Вот на следующих уроках я вам дам график, и вы все посчитаете. Итак, двойными звездами язвы. Как вы думаете, была эта тройная звезда? Вы меня можете привести? Тройная звезда? Конечно, по всему центаму, сарфи центаму, айбы, это тройная система, да? Считай почти самую близкую к нам звезда, опынка тройная. Хорошо получается. Ладно. Тестные двойные системы. Что тут может происходить? Если звезды слишком близко вращаются друг к другу, то что может вообще произойти? Звезды потеряют свою жирообразную форму и станут как бы дыними такими, которые вращаются друг к другу. Вот так земля, есть прилив отлива, да? То есть, если мы будем судить о форме Земли по форме его океана, то можно сказать, что земля похожа более-менее на дыни, там с луна, так сказать, да? Луна тоже подвергла к ориенному влиянию Земли, соответственно, тоже имеет дынную такую форму, да? То же самое, то есть две звезды в форме дыни вращаются вокруг души. Может быть еще хуже, да? Если, допустим, возьмем одну звезду более-менее нормальную, а другую проэволюционирующую, эволюционирующую белый карли, да? И слишком близко если они будут расположены, то белый карли может перетягивать материю с нормальной звезды. Набирать массу, набирать водород, опять его сжигать и опять взорваться. А потом опять перетянуть, да? Сжечь водород и опять взорваться. То есть в одном и том же месте, с каким-то промежутком нескольких миллионов лет, 500 миллионов лет, 500 миллионов лет, да? И сколько там? Будут у нас взрываться новые звезда. Пока не зарасходуют вот это все, да? То есть тесно-двольные звезды, понятно, друзья. Следующее, ну понятно, что тверные звезды, наверное, бывают, там больше, так же, бывает шестерные звезды, да? То есть шесть крипционов связанных между собой звездных объектов, да? Ну, следующий, как бы, этап, как звезды живут вместе, это звездное скопление. Звездное скопление бывает двух основных видов. Это шаровые звезды скопления и рассеянные звезды скопления. Вот видите, какая красота, да? Тут достаточно много звезд, несколько критических звезд, да? Достаточно в маленьком объеме пространства они расположены. Вот здесь мы железо в середине такого шарового звездного скопления. Кстати, у нас куда-то с днем было видно звезды, и они были бы видны. А они там расположены на расстоянии буквально, там, несколько десятков остановочных, в настроении нефтюновых, допустим, расположенных звездах. Да? Ну, не на такой, конечно же, но на расстоянии Солнцветового года. И они не одна такая звезда. Вот вокруг Солнца на расстоянии Солнцветового года не одной звезды. А представьте, вот там было штук-то на расстоянии Солнцветового года, штук-то таких звезд. Ну, кто-то, ну, сколько хотя, 50-е, да? Они бы нам катались с звездочками, они бы там катались с пубочками по элементам. Они бы там святили, у нас бы мощнее было. Вот это шаровое скопление М-13. Виды геркулеса он находит, страшно яркое. Можно, в принципе, даже биногли выключить. Большинство звезд шаровых звездных скоплений представляют собой белый тарик. Маломассивные звезды, белый тарик. То есть, шаровые звездные скопления — это старые звездные скопления, да? Они уже давно образовались, звезды там старые, там уже там по 10 миллиардов лет этим звездным, а то и побольше-то. Они уже весную водоросу расходовали, уже каждый из них взорвалась, остался, вроде бы говоря, белый тарик. Рассеянные звездные скопления. А вот рассеянные звездные скопления, если кто-то из вас хотя бы немножко смотрел на небо, вы могли увидеть рассеянные звездные скопления, которые... Да. Нет, это это шоколад. Мы об этом еще поговорим. Рассеянные звездные скопления, которая самая красивая, ну, в смысле, самая яркая, скажем так, это приядок. То есть, если посмотреть и смотреться к созвездию тельца, около Альдапарана, недалеко от созвездия Ориона, есть такой говшик из звезд, ну, как медведица, да? Только маленький. Вот это и есть пияж. То есть, если мы возьмем телескоп или кольца бинокль, ну, красота, что-то, да? Это почти не такая. Да? И, соответственно, герада тоже рассеянные звездные скопления. Вот такой же классный фотографий, как плеядок, с рулем не нашел, наставил вот такой, да, тоже достаточно много звезд, да? Тоже в созвездии тельца находится рядом с плеядок, да? Вот в созвездии тельца, ну, голова, рога, да? Ну, тут плеядок, а тут плеядок. А вот это Ориона, Ориона сейчас все видели? Да? Кто не видел Ориона? Давайте она нарезу тогда. Кто не говорил? Юля, видишь Ориона? Нормально нарезу. Ладно, так. Вот тут поезд Ориона, да? Там будет что-то звездочки, это меч Ориона. Это плеядок Ориона. А это? Моги Ориона. Гулять хотите? Как раз мы ее плахнули, да? Немножечко-немножечко посмотрите на восторг, да? Там будет созвездия тельца, найдется эти рога. Соответственно, вот вверх, вот здесь найдется плеядок, как маленький-маленький ковшик. Да? Маленький ковшик. То есть возьмите бинокль, есть какой-нибудь моноколь, телескоп, да, и посмотрите. Конечно, не такая красота будет, да? Все-таки интересно. Продолжаем. То есть, широкое звездное скопление, это старое звездное скопление. Рассеянное звездное скопление, которое мы видим, это молодые, наоборот, звездные скопления. То есть, так? Звезды-глубые гиганты в основном. Следующее большое, скажем так, самое-самое большое скопление звезд называются галактиками, да? Галактика, в которой мы живем, называется, который не знает, как называется? Млечный путь, мукивей, да? То есть, галактика, запиши, Александр, пожалуйста, что в галактике, да? То есть, не был с нами в планетарии, да? Поэтому, запиши, что такое галактика. Другое скопление звезд, 10-50 килопарсек в диаметре, да? Настоящее из звезд, межзвездного газа, пыль, там, в темной материи, вот это все вот так вот, да? Вот здесь у меня показана галактика андромеды. Ну, не очень открыт, поэтому в интернете гуглицу посмотрите. Да? Фоточки в большом разрешении. Там даже не 4К, а там есть чуть ли не 10 тысяч на 10 тысяч. Возрешение ухода галактика андромеды. Выглядит вообще потрясающе. На работу, конечно, не поставим. Слишком много памяти у вас, как это взамен, хотя бы, да? Но посмотреть, что это вечно. А вот это тоже только витает. Это наш влечный путь, да? Влечный путь, да? Влечный путь, влечный путь, влечный путь, влечный путь. Такой молочный, как облачный цветовый. Ну, по нему, влечный путь. Вот рядышком, рядышком, в одном месте, рядышком с этим влечным путем располагается туманная эфирад пятышка. Она, по-моему, с утра у нас видно. Как раз была кандромед. На фотографиях она выглядит замечательно, да? Ну, вот так это просто, как влечный путь. И сразу найдешь, да? Вот она, где влечный путь. А нет, вот. То есть, рядом с млечным путем буквально на расстоянии, там, десяти лунг, грубо говоря. Она станет 5-10 градусов, положенных. Ну, понятно, что влечный путь, который мы видим, это наша галактика. Она гораздо ближе, чем галактика андромед. Поэтому ее видим, и поэтому она пустует достаточно галактика. Ну, это одна из там убийских галактик. И, соответственно, мы просто говорим, да? Ну, из больших галактик, она как раз самая близкая. Вторая по-моему, это галактика в треугольнике. Все записано там. Хорошо. Ну, и что я вам еще предлагаю сделать? Ага. ФСБАЙ там, наверное, видео. А, видео? Это видео. Поэтому я говорю спасибо за внимание. Это наша лекция окончена. Смотрим видео.